На столе груш больше, чем яблок. Дам еще какую-то простую исправление. Груш больше, чем овощей. Груш больше, чем овощей? Что тут странное есть? Потому что тогда на столе больше фруктов, чем овощей. Ну почему? На столе больше фруктов, чем овощей. На столе больше фруктов, чем овощей. Нормально это, может быть, и правильно сказать. Что на столе больше фруктов, чем овощей. Хорошо. Тут что странное? Пол квадратного. Да, квадратный квадратный. Что? А если есть стол квадратный и одно квадратное, то он не может быть квадратнее. То есть нельзя быть квадратнее. Это вообще невозможное слово в сравнительной степени. Правда? Есть такие слова, которые нельзя просто быть. Есть такие слова, к которым не применила сравнительная степень. Правда? И превосходная степень. Нельзя быть более деревянным, скажем. Правда? Да. Или более степень. И еще. А окно же может быть кругом? Или стол? Или стол может быть кругом? Или стол может быть кругом. Согласен. То есть с этим столом у нас вообще все плохо. И ясно, непонятно, что вообще имел в виду автор. Как он сравнивал стол с окном? Интересно, да? Вот. Кто-то мне предложил такой вариант исправления. Стол имеет форму квадрата, как и некоторые окна. Допустим. Ну вот тут пойдет. Или форма стола более приближена к форме квадрата, чем в форме квадрата. Стола. Стола. Третье. Тут совсем все хорошо. Повар посолил, а суп посолил. Ну, повар посолил, а суп посолил. Ну, что не так? Ну, посолил и соль это одно. Посолил, соль. Посолил, посолил. Посолил. То есть, заметьте. С точки зрения логики здесь все правильно. Логика не нарушила. Именно логика. Логика нарушилась в первый раз. То есть, он действительно взял соль, положил ее в суп. Но тем не сказать мы так не можем. Именно потому что одно слово лишнее, оно избыточное. А язык надо сказать. Не любит избыточность. Это очень честно. Так бывает. Значит, конечно, просто повар посолил суп. Ну, второй вариант. Там повар положил. Суп, соль. Да? Это так. Так. По комнате прокатился круглый шар. Круглый шар тоже нельзя сказать. Шар вот сам, который запевает. Он и так круглый. Опять-таки у нас есть некоторая избыточность. Мы можем исправить. Вот так. Там? Там масляный. Или квадратный шар. Мы можем сказать по-другому. Квадратный шар. Квадратный шар нельзя сказать. Квадратный шар несколько сложно, да? Пока он прокатился шар в форме квадратного и форме круга. Шар это уже... Шар в форме круга? Это здорово. Да. Хорошо. Бесчувственные люди часто бывают без чувств. Вот так нядем ученика достать. Как заправить? Вы говорите без чувств, или они у вас знают без чувств? Да. Раз они безчувственные. Думается не все так просто. Да ну, если они без чувств, то они безчувственные. А вы уверены, что это одно и то же? Нет. Бесчувственные люди. А они не могут быть часто без чувств. Подождите. Они не могут часто без чувств. Если они безчувственные, то они всегда без чувств. Так. Бесчувственные люди всегда. Но с другой стороны, давайте не забывайте, что вообще значит вот это выражение «упасть без чувств». Что значит «быть без чувств»? «Быть без чувств» — это глоба. Это глоба, конечно. И безусловно, тут получилась невольная какая-то такая игра слов. Что такое бесчувственный человек? Это какой? Это равнодушный человек. Равнодушный. Еще. Синометр еще. Злой. Злой. Может быть совершенно рез. Он может быть именно потому, что... Равнодушный, да, ну все что, бесчувственный. Он может быть невнимательным к заботам и страданиям другого человека, правда? Может быть за жесток, еще... Жадный. Ну, может быть за жадный и так далее. В общем, бесчувственный человек — это человек, у которого внутри чувств не хватает. Правда, да? Каких-то нормальных человеческих чувств. Это эгоист. Это эгоист. Очень счастлив. Эгоист. Что здесь смешал этот человек? Да, два значения. Да. Мне кажется, что если человек с чувствами, значит, он, как разумно, уравнодушный, значит, человек не может упасть в обморок. Ага. Может быть и так. Может быть и так. Хотя, конечно, мы знаем, что в обморок упасть может все. Да, правда? Потому что здесь тонкость в самом значении слова «чувство». Слово «чувство». Вот к таким деталям мелким мы время от времени будем обращаться с вами, чтобы видеть какие-то логические странности, без которых, конечно, надо обходиться. Чтобы видеть какие-то странности избыточные в лексике. Чтобы видеть какие-то странности вот таких многозначных. Словечко, значит. Спасибо.